Привет опять! Продолжаем разговор. Сейчас посмотрю по вопросам, что мы там на вопросы, как я отвечаю. Считаю, что не отвечаю, хожу, показываю совсем не это. Так, ну задавайте вопросы, буду тогда отвечать попозже. Значит так, а сейчас что у меня написано? Так, маникюр или... Ну, про климат, наверное, продолжу. Сейчас про климат, правда, а то про комаров начало. Комары и климат, это разве одно и то же? Сейчас будем поворачивать. Вот, так. Это вот на вот это, вот этот мост разводной, на котором я вам как-то показываю, где мы были. Так, поехали. Значит, про влажность, да? Я сужу о влажности, да и все так. Мы все, кстати, здесь. Кто-то еще говорил, говорит, что Флориду считают влажной, какая влажная. Ну, знаете что, может быть, еще по районам. Я же не жила как-то... Ой, что-то... А, у меня не пристегнутая я, мама дорогая. Сейчас, подождите, что пипикает там. Ой, как же это я, как же это я. Вот штрафуют, а штрафуют, а штрафуют. Сейчас пристегнусь, пристегнусь. Да подожди, не пищи. Сейчас. Разговаривали мы как-то здесь вот с девчонками, что что Флориду влажно считают, какая там она влажная. По прическе сужу, ничего не падает, ничего не происходит. В августе, в сентябре влажность такая большая есть, но это два месяца. Может быть, люди имеют в виду вот это вот. Ну, какая она? Она днем вот сейчас вот так вот, когда солнце выходит, вот такое время сейчас 12. Сентябрь и август, да, например. Вот солнце выходит, все, уже жара такая, что ты высыхаешь весь, как сухой, как тот сухарь, понимаете. Конечно, в какое-то время, когда вот дождь, или там он накрапывает дождь, или как, хотя здесь пасмурных дней бывает мало. Вот да, вот чувствуется такая влажность, вроде бы как, значит, вот ты машина, машина иногда так стекло, этот смотришь, значит, оно так это запотевает, да. Ну, вот кондиционер включаешь, запотевает, или утром, когда, особенно рано утром, когда вот в 7-8 утра выходишь и садишься в машину, а стекла уже такие запотевшие. То есть вот стекает влажность, да, на стеклах вода стекает, конденсат, так скажем. Вот, бывает такое, это короткий промежуток времени. Я бы сказала, ну, еще раз говорю, это же огромный штат, кто там где живет, может быть, какие-то заводи, может быть, какие-то города, из которых так расположены климатически, может быть, иначе. Вот, ну, нет влажности, ну, вот Орландо, это центр этого Флориды, нету там влажности, я была в Майами, я не помню, что там влажность была. Может быть, она как-то характеризуется приборами, и это выше она, чем везде, может быть. Но я же говорю, я сужу по одежде и по своим волосам, вот, ну, вот по старинке, если сказать, вот накрутила бабушка бегуди, то бишь я, да, и вот вышла на улицу, но не упадет у меня челка, понимаете. Вот, знаете, вот сегодня она у меня не упадет, она у меня не упадет там в июле, она у меня не упадет в этом, в январе, вот. Ну, конечно, понятно, там прическа портится за целый день, да, ну, я примитивно говорю, бегуди, вы меня понимаете, о чем я, вот. То есть, ветер раздувает волосы, да, это нужен этот лак для волос. Ну, так, чтобы я думала, что я сейчас пойду, боже мой, все это вот, это вот так, это прокиснет у меня на голове с этой прической, и я навстречу, значит, куда-то там в ресторан буду выглядеть, как дурочка. Значит, делала там одно, там феном укладывала, да, или что там вот, а пришла, значит, совсем по-другому выглядящая. Нет. Так, и я вот, особенно блогеры, вот меня прямо интересно, вот русские блогеры, они вроде как борются с неправдой, да, про Америку борются с неправдой, потому что русские понаслушаются там этот телевизионный ящик, что попало, как зададут вопросы, и блогер отвечает и начинает там аж нервничать по этому поводу. Но меня поражает, что они, вот во Флориде влажность, нет ее у нас, нету, не верьте, не верьте. Вот спросите кого угодно, вот у флоридских полно этих блогеров, спросите у них, чем это самое отличается. Да, есть какие-то дни, да, бывают такие дни, да, бывает это самое, бывает, что вышло, о господи, думаю, ты смотри, думаю, упало, волосы упали, и как-то так вот на улице, так в воздухе, так это, знаете, вроде мокро в воздухе бывает. Ну и то, вот эти два месяца, я сказала, это не 60 дней подряд, это вот какой-то день такой, какой-то жаркий, какой-то опять влажный, вот так вот. И на листь, ну бывает, утром, да, утром бывает, трава такая мокроватая, ну так же, как и у вас, то есть, ну и этот, и роса на траве, да, вот да, ранним утром есть такое дело, и на листьях, да, есть такое влажное, ну так это же утро раннее, понятно. Опять же, смотря какой месяц. А вообще у нас, конечно, жара, у нас, ну, то есть, отрицательные эти климатические здесь, что у нас плохо, да, по климату, здесь, конечно, очень жарко во Флориде. Если вы, кто-то там мне писал, и Сочи, еще какой-то, с Крыма кто-то писал, и у нас так вот это, не сравнивайте ни Крым, ни Сочи, ни в дугу с нами. У вас нет пальмовых лесов, а у нас есть пальмовые леса. У вас пальму в Катке привозят, сажают и молятся на нее. А потом москвич приезжает, ой, пальмы в Сочи растут, которые посадили. У нас тоже около бизнеса, вот вы видите, вот парковка, да, пальмы растут вот за окном. Тоже ее посадили, но надо же их сажать правильно. А в лес, если вы зайдете, у нас смешанный в лес с пальмами, смешанный только. Туда на юг, поехать еще ближе к экватору, то есть Гватумала, Гондурас, в этих странах я была, там вообще пальмовый лес. Там присутствует что-то другое, значит, какие-то другие деревья, но в основном там 90% пальмы. Представляете, это вот, ну, как Африка, вот, но это вот туда, вот. А у нас смешанные, да, поэтому у нас в лесу, у нас пальмы растут сами по себе. Они такие, конечно, неухоженные, они такие страшненькие, безусловно, здесь же все высажено красиво. Но они присутствуют, вот. А в России я не знаю леса, в котором пальмы сами по себе растут, понимаете. Хоть на каком-то там Сочи, хоть в Сухуми, хоть туда возьми, еще в Батуми, я имею в виду, Грузию, вот, еще южнее, нету ничего у вас такого, вот. То есть климат у нас, во Флориде климата подобия вашему Советскому Союзу, хоть и там Узбекистан, Таджикистан, нету, нету такого климата. Вот, здесь все совсем по-другому, субтропики. Вот, а на параллели у нас с вашим Сочи у нас Нью-Йорк, между прочим, чтобы вы знали, да, провести, вот, земной этот, глобус взять и посмотреть. Но это не значит, что в Нью-Йорке погода как в этом, в вашем Сочи. У Нью-Йорк на чем там он, на какой там он воде стоит, короче, оттуда с севера, по-моему, ветры какие-то, тратата, это можно почитать, как там в Нью-Йорке складывается погода, из чего, от чего она зависит. И совсем мне это не Сочи. То есть более жестокий климат и холоднее зима. И Чикаго тоже. Чикаго севернее и тоже Чикаго почти как ваш этот Краснодар или что там, да. Вот, а тоже ж климат не такой. Ой, ну Чикаго, какой классный город, я вообще обожаю Чикаго, это просто обалдеть. Если кто попадет туда, никогда не пожалеете, что вы там побыли или жить туда. Ой, вообще какой класс. Так, что еще про влажность сказала? Сейчас по списку, далее по списку сейчас. Влажность мухи, про мух сказала, про аллигаторов сказала. Короче, нет у нас мух. А, еще вот что здесь, еще очень-очень хорошо и очень интересно. На пляже вас никакая вот эта летающая гадость не кусает и на вас не садится. Я помню у нас на пляжах и в этом, и в Крыму, и на Кавказе вечно какая-то пакость. Ну, на Кавказе, наверное, даже поменьше, в Крыму побольше, потому что все-таки Кавказ, наверное, поюжнее, пожарче. Сейчас, подождите, тут опять этот велосипедист в красных штанах. Так, сейчас мы его немножечко вот так вот, чтобы уже по красным штанам не попасть. Вот так, все, объехала. Мухи, про вот эти мошки, которые на пляже все время садятся, вот начинаешь, я помню, лежишь на пляже, начинаешь засыпать или что-то расслабишься. После моря вышло, обсохло тело, вот лежишь, обязательно дергаешь ногами, обязательно начинаешь чесаться, обязательно какая-то пакость подлетит и сядет на тебя. Она даже не с целью укусить тебя, а все время лазит по тебе что-то. Вот у вас там на пляжах, понимаете, на южных. И все хорошо, и солнце, и, ну, только единственное, камни, конечно, мне вот это бесит, что у нас нет песчаных пляжей. Там есть где-то, я вот помню, в Севастополе ездили мы там на пляж, вот забыла название уже, в Севастополе я была очень много раз. Здесь песчаный, где там еще песчаный есть? Ну, наверное, какая-то Анапа, да, песчаный есть. В Крыму, в Крыму, может быть, в этом есть, сейчас скажу, где. Под Планерским есть бухта, как она называется, это бухта даже, хамелеон, что ли, там гора. Там есть какой-то немножко такой, ну, песок же не такой белый, как у нас здесь, там какой-то такой серый крупный песок и в перемешку с камешками, да. Ну, есть, есть, я согласна, природа у нас тоже вот на юге красивая, что и горы, красота, конечно, но там не белый песок, как здесь. Ну, что хочу сказать про насекомых, ничего не лазит здесь по телу, здесь вот вылезь из воды, засни, и никто тебя не беспокоит, абсолютно. Вот, понимаешь, единственное, что солнце у нас настолько палящее и страшное, что, ну, африканское, что здесь, ну, просто, ты просто сгоришь и просто получишь солнечный удар и прочее. Здесь, кстати, предупреждают о том, что флоридское солнце влияет сильно на кожу, очень сильно оно, понимаете, поэтому пребывание на солнце долго, ну, недопустимо. Утро, пожалуйста, и туда после трёх, после четырёх приходи, тогда загорай. Люди сидят и в 12, и в час, ну, это в зависимости, кто как чувствует, да, ну, вы знаете, так же, как и у вас, там, бабушки не ходят, молодые ходят, вот, кто-то по пляжу ходит так, это чтобы на ней лежать, кто-то сидит в воде, у нас же вода горячая, просто горячая, как в ванной сидишь, особенно летом вообще не ощущаешь, даже на улице холоднее, чем в воде. Вот, поэтому, ну, а про Калифорнию, вот, ну, поскольку они меня обижают, и я их буду обижать, этих блогеров, которые говорят про Флориду плохо. Про Калифорнию. У вас не влезешь в воду, у вас холодная, ну, вот в июле, там, маленьенько, они полазят в воду, там, 15 дней, наверное, я не знаю, может, я ошибаюсь, но пусть напишут. И всё, и всё, у вас там выскакивают, как сумасшедшие, у вас сёрфинг есть, конечно, там свои преимущества. Кто любит сёрфинг, они одевают костюм, он утеплённый, и они сёрфингом, может, и зимой занятят. Ну, у них же температура такая, что и зимой у них хорошо, да, то есть у них и зимой, и летом, значит, хорошо, так это ровненько, нет больших там перепадов, или что, может, смотря где Калифорния, тоже огроменный штат, там же тоже не везди. Может, север, север по-другому, юг по-другому, но купаться в холодной воде я не хочу. Я не хочу, чтобы было две недели у меня тёплой воды. Ну, зачем же я буду жить? Это я поеду куда-то на две недели и искупаюсь, и приеду, да, как вы ездите в отпуск, да, на месяц, на две недели, на, там, каких-то два спорта. Полномесяца в году Кавказ и Крым предоставлен. Ну, такой жаркий, да, считается. И то вот начало июня я была и в мае в Сочи, и в сентябре в Сочи, и в Крыму я была и в мае, и в сентябре, поэтому я как-то знаю, ориентируюсь по погоде. Вот, поэтому, не знаю, кому что, конечно. Кто-то не любит жару, и кто-то говорит, не нужна мне эта вода ваша тёплая, я и купаться не люблю, и влазить не люблю, и, ну, по-разному, видите, как люди живут по-разному. Но мне, мне надо обязательно и купаться, я бы, я балдею от этого, и какой-то это, знаете, чтобы не насиловать себя этими упражнениями. Я, наверное, поеду сейчас вот так вот, не сюда, да. Чтобы не насиловать себя этим спортивным, этим залом, что, собственно, не очень хочется делать, честно говоря, да, это самое. Или кто-то там задал вопрос, а вы ходите в спортивный зал. Да если бы вы меня туда повели, приезжайте, поведите. Я бы ходила, ходила, как-нибудь расскажу, это отдельная история. Вот, собираюсь вот, собираюсь вот в ближайшее время возобновить. Но, это, сейчас, ой, машины, я, наверное, не присоединюсь. Сейчас, 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 подожди, как-то у нас едет сильно. Ага, вот так вот. Вот. И это. Это самое. И, то есть, в воде болтыхаться, это такой кайф. Это, ну, я вообще не знаю, ну, кто любит воду, вы понимаете меня. Тем более песчаное дно. А, да, еще что плохо во Флориде, вот, про недостатки, про погодные, про эти все. Нельзя далеко плавать. Везде висят знаки, везде это самое. Во-первых, акулы есть, которых никогда никто не видел, но они есть. Это все об этом говорят. Мы их не видели никогда в жизни, но они есть. Но я лично видела, что вот на севере Флориде, когда были здесь, не видела никогда, на севере Флориде было, что вертолеты опускались так низко. Он вроде как и военный вертолет, а вроде как они там в форме не военной. Ну, видно прямо людей там, представляете, как низко вертолет опускается. И они по пляжу вот отследили акул. И я видела, они с оружием сидят, с винтовками, мужики в вертолетах. То есть отстреливали акул. Там видно, такое было время. Как-то у них там сезон тоже по этим акулам. То ли в мае, что ли у них какие-то там сумасшествия свое в этих стаях, что они где-то проплывают именно в районе купающихся людей. И я помню, что так это опускались эти вертолеты, никто там не стрелял ни в кого, но мы видели, что вертолеты опустились довольно-таки. Ну, от пляжа ж так это подальше, не там, где люди купаются, а немного там, где глубоко. И я поняла, мы поняли так, что вот они ищут косяки или каких-то вот, ну, стрелянуть в эту акулу. Вот. Нельзя плавать далеко раз. И там вот эти вот вихревые вот эта вот вода, которая закручивается. То есть ты плывешь, она тебе раз и закрутит, типа, воронку. Ну, я не знаю, как это называется, понятия не имею. Короче, водяные потоки такие, типа, опасные, с которых надо выбираться, надо плыть за потоком, как учат, плыть за потоком, не противостоять ему, а плыть дальше, а потом выбираться. То есть не резко вправо-влево, потому что все равно он тебя осилит и закрутит внутрь в эту воронку, а типа дальше. Ну, тоже вот слышала только от мужа, что он говорит, у меня был случай, что меня закрутило, и меня дернули за руку. Кто-то был рядом, а воронка там какая-то небольшая она такая. То есть метр есть, а через метр уже ее нет. Вот так вот. И кто-то плыл рядом, кто-то его выдернул оттуда. И он говорит, боже мой, я не мог ничего делать. То есть начала его вот так вот закручивать, и я начал болтыхаться на воде. Вот это вот опасно. Поэтому у нас не плавают. Вот у вас приедет, люди заплывают туда, в Крыму, на камни, высаживаются где-то в каменюке, там, значит, в море открытом. На камень высадился, отдохнул, поплыл назад, значит, на берег, да. Здесь практически, ну, здесь, во-первых, камней нет, здесь совсем другая природа, нет камней вот этих вот, ну, в море. Ну, вот как в Севастополе, я помню, там такие красивые камни. И в этом, в Крыму, вот где, в районе Феодосии камни, то есть в море такие, да. Вот доплывешь до него, и вот, значит, вышел. Вот здесь, здесь этого нет. Здесь же у нас, ну, у нас песок, какие тут вам камни. У нас гор нету. Вот, что еще плохо во Флориде, во Флориде нет гор. В Калифорнии горы, вот там, да, да, там красиво. Это, в Колорадо горы, обалденная красота. Вот, а здесь, ну, совсем другая природа. Вот, поэтому здесь заплывщиков, заплывщиков вы не увидите. Я поначалу думаю, ну, как же, я же, ну, я плаваю не очень хорошо, но все равно я, там, реку русскую переплыву, и туда, и назад, да. Вот, и я все время думаю, да дайте же мне туда поплыть, что ж я буду здесь болтыхаться. Особенно, когда ездили с мужем отдыхать сюда, тут же время ограничено. Там, на три дня ты приезжаешь, отель платишь туда-сюда. То есть, ну, тут же только нарвался до воды. А еще, когда публичный пляж такой, да, или пляж отеля, там много народа. Вот я вам показываю здесь, потому что здесь пустына, я и хожу по таким пляжам, чтобы именно понаслаждаться. Ну, что ж я пойду в кучу народу, где там тинейджеры и дети, все подряд там, да, вот на том пляже. И то бывает такое, что я вам показываю, что и много, ну, как много, но не так, чтобы полотенца в полотенце лежали люди. Я здесь практически не видела такого. Вот, а это, ну, что говорила-то, сбилась. Да, так вот, я хочу заплыть, то есть отплыть от людей. Вот люди купаются, но не хочу их видеть, даже на расстоянии 5 метров 10 от меня все равно не хочу. Я хочу туда, вот в открытое море. А вот не получается, понимаете, то есть нельзя туда плыть. И у меня муж когда приходил, он, ты что, с ума сошла здесь плавать? Я говорю, как? Такая бы вода, такая... То есть, ну, вот эта природа, она немножко обманчивая здесь, понимаете? То есть она опасная там. Вот эта вся эта красота, вот это вот лазурное море, иногда оно бывает, вообще мне нравится, когда оно бывает бирюзовое, иногда оно бывает, даже вода такая с розовинкой, знаете, вот зеленое, зелено-голубое, бирюзовое, иногда бывает просто как вот немножко сиреневое, вот сиреневое с розовинкой такое, вообще обалдеть. И вот в такую вот среду хочется нырнуть и поплыть туда дальше, назад а нельзя вот ну вот это вот да вот это да ну вот по флориде а вообще конечно нет влажностью все забудьте вообще буду спорить до этого до пены у рта со всеми насчет влажности нет она не атакует она не одолевает вас и вообще по штату надо судить как как у меня говорил муж по ресторанам суди в ресторан и так если приезжают туда пожилые люди а у нас же бабки-детки эти все да вот эти все они все у нас активные они внуков не смотрят а все занимаются собой танцами танцевальной школы джим-клабы и рестораны ходят же кушать чтобы дома ни черта не делать вот и он говорит суди если пожилые люди в ресторане все значит еда хорошая то есть но с опытом люди они знают больше да ну вот мы с вами которые меня слушают я не думаю что у меня там эти люди слушающие 20-летние я уверена что нет а вот а это и так же по по городам и посты и по городам и по штатам к нам едут люди пошли на пенсию они едут к нам у нас полно у нас вообще штат пенсионеров считается вообще представляете конечно не во всех городах не это самое все равно работают все молодые обслуживают да но я имею ввиду что это на вот не так вот сюда надо уже поворачивать мне штат пенсионеров и судить можно потом что если едут сюда они не дураки у них жизненный опыт они прожили в америке в разных штатах всю свою жизнь они детей понарожали они внуков имеют они понакупали где-то дома попродавали то есть у них была большая жизненная история и нас и пройдя такую большую жизненную с таким опытом они приезжают сюда почему хороший климат вот опять же про климат вам да вот была бы эта влажность такая что дождь льет как сезон дождей я помню опять же этот эрбинзон круза да я вспоминаю этот фильм с куравлевым вот сезон дождей начался и он начал значит болеть помните там вот это малярии всякие все да все такое вот но вот есть у нас да тоже сезон дождей вот этот август сентября есть немножко но они не каждый день но есть есть но но это ставить номером один что влажность нет я вообще я вообще не соглашусь не знаю по каким-то они там показателям говорят может правда я как я говорю по при по приборам может быть это больше но человек не ощущают если я прекрасно чувствую в этом климате еще сейчас что хочу сказать а то мне потом надо ехать быстро ну во первых что куда едут пенсионеры в хорошие районы они тратят деньги они покупают дома конечно у нас еще дешевле у нас все дешевле и сейчас я вот сюда перестроюсь нет не перестроюсь он сзади пусть проезжает у нас дешевле штат дешевле чем где-то а потому что у нас люди держат отдыхающая территория здесь люди много типа не зарабатывают понимаете люди забирала зарабатывают в индустриальных центрах там делаются автомобили там не делаются компьютеры там дома все что вы нажимаете кнопочками своими сейчас слушая меня это сделала америка понимаете вот электроника вся вся это вот отсюда вот здесь это все вот сконцентрировано я имею в стране вот поэтому там в тех штатах где больше люди получают безусловно там и стоят дома дороже все дороже все дороже и жизнь дороже но единственное что продукты вот продуктовые магазины это все одинаково вот ну мне да да это все одно и то же по ценам вот а так жилье конечно будет стоить дороже в два-три раза но не в три раза но в два в полтора флоридский дом и например ну смотряш какие районы там знаете в нью-йорке тоже смотря какое где если хороший район здесь и дом хороший и такой-то там размером и в нью-йорке хороший район дом хороший тратата то будет я уверена в два раза точно в нью-йорке дороже это это факт вот так что и там же и работы больше там же сколько люди живут на квартирах и сколько там работа там сколько предприятий организации компании прочее нью-йорк столица мира безусловно безусловно там я имею ввиду что крауд этот толпа 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 сконцентрирована людей здесь конечно все разбросано и все это так просторненько вот поэтому сюда пенсионеры едут но и по климату тоже уверяю вас потому что очень много людей на пенсии не имеют свои заболевания всякие давления точно так же как в наших странах просто живут дольше потому что медицина они обслуживаются лучше и прочее вот и жизнь не такая у них нервная была всю жизнь как у нас с вами вот не было у них этих революции и не было у них этих сидений в 90-е годы лет на 10 остановилось все я как помню что не клепали кто-то говорит там полгода были да трудности на полках были полгода ничего не было а протянулась у лет на 10 потом а банди бандитовская история началась и вновь не буду сейчас останавливаться как-нибудь повспоминаю вот бандитовская имею ввиду всякие господи кладбище я помню в девяностом году у нас кладбище эти из молодых были постреляли друг друга малиновые пиджаки какие-то там надевали помните это было на букву начинается она и она заканчивается это был какой-то кошмар вот поэтому у них живут подольше так как же мне надо куда-то поворачивать чушь я так вот еду или или пусть еду ладно пусть еду а так что-то еще за эту за погоду что-то я упустила начала рассказывать бабушки дедушки конечно знаете здесь штат еще он не очень им ну такой вот не очень грандиозный вот я вам дома показываю там пишите вы мне ой какие там в другой америке покруче даже представляете то есть есть похуже штаты там похуже вот так вот все ну попроще дома у людей а есть еще покруче понимаете в общей массе если взять то есть и флорида это не не такую штат чтобы здесь было ой тут прямо ой какие богачи какие богатые дома какое все сервисы такое все вылезано и все это сама нет он такой вот он мне кажется он такой в серединочке этот штат но в плане плане такого вот вычурного богатства вот на показ построенного да но я ему буду дома бизнес и вот такое вот нет конечно нет я бы сказала даже это такая отдыхающая такая территория где подешевле красиво с хорошей погодой природой с водой а вот подешевле вот так вот так сейчас вот так вот мы так и еще может быть вот так вот еще раз повернем сейчас подождите вот так все ну да так что вот по этому показателю можно и судить наверное я закончила про погоду задавайте вопросы пожалуйста счастливо спасибо за просмотры за ваши комментарии и вопросы вот и у меня еще есть вот эти вот там еще многие вопросы про про женитьбу про выход замуж сюда я все хочу начать эту тему говорили но никак я не начну когда-нибудь начну все сейчас разгоняюсь еду быстро до свидания пока